Здравствуйте, господа! Здравствуйте, дамы! Всем привет! В этом видео поговорим за яйцем, правильную инкубацию и вообще о здоровье полученного молодняка. Значит, вот инкубационное яйцо. Какое яйцо вообще можно закладывать? При необходимости, конечно, и отсутствии чего-либо другого, закладывать можно яйцо любое. Вес яйца. Вес яйца, как правило, не важен. Важно то, от какой птицы получено яйцо. Если яйцо получено от здоровой птицы, то не важно, какое оно будет. Крупное, мелкое, выведется здоровый цыпленок. Опять же, при правильной инкубации. То яйцо, которое мы продаем. Как видите, вот яйцо племутрока. Есть это яйцо племутрока от общего стада. И вот тут часть от элитного стада, которое было отобрано уже по весу. То есть, то яйцо, которое от элитного стада, которое я продаю по 50 рублей, там я яйцо выбираю, чтобы оно было стандартно. Если там попадается мелкое яйцо, оно уходит вот сюда, в общее стадо. Вот, от элиты, вот оно яйцо, вы видите, оно покрупнее. Ну, тут еще есть немножко не перебрано. Вот меленькое яйцо. Значит, вот элиты, мелкое яйцо, которое она снесла, я не продаю людям. От общего, в общее стадо, это общее стадо. Цена яйца здесь в два раза меньше. То есть, это 25, это 50 рублей. Значит, что далее? А вот яйцо кучинское. Здесь вообще элиту я не отсаживал и как бы не заморачиваюсь с этим. Вот яйцо минорки. Вот здесь яйцо помеси. То есть, ну вот сейчас прикинем на весах, да? Вот, скажем, возьмем племутрока, скажем, вот самое мелкое яйцо, да? Вот самое мелкое. 46 граммов. 44 граммов. Вот возьмем яичко покрупнее. Это опять же яйцо от общего стада. 54 грамма. 56 граммов. Вот от элиты, да? Вот возьмем. Вот, скажем, самое такое. От элиты. 62 грамма. 60 граммов. Значит, оплодотворенность у яиц, у всех, одинаковая. У нас она составляет 91% оплодотворенность всего яйца. Значит, в свои инкубаторы, вот сейчас, на то, чтобы получать цыпленка на продажу людям, закладываю яйцо все, и мелкое, и крупное, и крупное, не закладывается только яйцо неправильной формы, насечка. Бывает, конечно, насечку пропускаю из-за того, что, ну, зрение уже не то. Но даже, даже из мелкой, то есть яйцо, которое имеет мелкую насечку, и оно дезинфицировано, заложено в инкубатор, из него также выводится цыпленок. По здоровью, не уступающий тому цыпленку, который вывелся из яйца, на котором не было насечки. Ну, тут у меня вот приобретали яйца, две госпожи, называть не буду. Одна приобретала яйцо от элитного стада, другая приобретала яйцо, ну, видимо, перекупщица. Ну, у той дамы, которая приобретала яйцо от элитного стада, возникли вопросы по цвету пуха цыпленка и так далее. Якобы, племутрок не соответствует породе. Ну, по породам могу сказать одно, что в племутроке там намешано столько пород, что одному господу богу известно. Еще господин Мендель, если кто в школе не учился, если кто учился, то знает, кто такой господин Мендель, который на горохе делал эксперименты, как передается цвет гороха и так далее. Так вот, неизвестно, в каком поколении, иди у кого, какой ген вылезет. Это один момент. Другая дама, приобретя яйцо, то есть не от элитного стада, предъявила претензии на тему того, что оно мелкое. Могу сказать одно, что птичка у нас на инкубационное яйцо первого года жизни. Племутроки и любая птица-курица несет более-менее крупное яйцо, начиная со второго года жизни. Но на втором году жизни оплодотворенность яйца от такой птицы примерно процентов 70. Второй момент. На втором году жизни цыпленок выводится менее здоровый из яйца, точнее из яйца, которое взято от курицы второго года жизни. Это проверено на своем опыте, потому стадо кур заменяется каждый год. Наиболее крупное яйцо в моем хозяйстве, не только в моем хозяйстве, все люди, кто занимается этим, оно будет идти примерно где-то в мае-июне месяце. Значит, по мелкому яйцу, что могу сказать? На моей, точнее не на моей практике, а один из моих знакомых предпринимателей, который занимается производством инкубационного яйца, рассказывал не один случай из своей практики, что яйцо мелкое, ну совсем мелкое яйцо, яйцо грязное, он продавал как яйцо пищевое, по бросовой цене. Нашлись господа, которые приобретали у него это яйцо по бросовой цене, и потом за инкубационным яйцом к нему не ехали. Ну как бы, будучи человеком не глупым, он проанализировал все это дело, и потом один из тех, кто приезжал к нему за этим пищевым яйцом, проболтался, что они берут это яйцо, закладывают в инкубатор, получают цыпленка, за копейки, собственно говоря, и этот цыпленок прекрасно живет, и все нормально. Ну, после этого, естественно, он обрезал этим господам эту лазейку. Правильно сделал, молодец. Значит, ну я пищевое яйцо, я снимал вам видео, что пищевое яйцо, которое я продаю по бросовой цене, сразу же после сбора, то яйцо, которое я считаю, что пойдет как пищевое, я закладываю в холодильник при температуре примерно где-то 1-2 градуса. Пролежав там сутки, из этого яйца будут глупиться либо каличи, либо вообще никто не выведется. То есть оно становится пищевым, потому как допускать охлаждение яйца инкубационного ниже 8 градусов, нельзя. Там происходят необратимые изменения. Что теперь по инкубации, то есть о процессе инкубации. Значит, процесс инкубации, правильный процесс инкубации, правильный, я говорю о правильном процессе, он длится, начиная с 20-х суток по 22-е сутки. То есть 20, 21, 22. На 22-е сутки остаются единицы, которые выводятся. То есть на 21-е сутки процесс инкубации должен быть закончен. Все, что вывелось на 19-е сутки, 18-е сутки, 22-е, 23-е сутки, это есть некондиционный молодняк. То есть молодняк, непригодный для выращивания. Что происходит, как правило, в мелких инкубаторах. Где нет нормальной регулировки температуры, влаги и так далее. Некоторые, господа, пытаются навешивать датчики на яйца. Но могу сказать одно, что вы можете привесить этот датчик. От этого процесс инкубации не изменится. В любом случае. Показываю еще раз. Вот он инкубатор. Бывший Волга Сельмаш. Бывший. Здесь переделано все. Вот здесь пишется количество яиц. Какое яйцо, от какой курицы, в каком количестве заложено. Опять же, яйцо заложено и мелкое, и крупное. Все яйцо заложено сюда. Дата вывода. То есть, дата закладки, дата вывода. И время закладки. Время закладки. Все свои инкубаторы, в том числе и вот этот, и вот этот, я доводил до совершенства. Каким образом? Что такое для меня совершенство? Для меня. Для меня совершенство есть промышленный инкубатор. Промышленный. Не бытовой. В котором идет правильный процесс инкубации. Вот, то есть, вот эти инкубаторы я делал аналогами промышленных. Вот эти инкубаторы у меня сейчас используются как совмещенный, то есть, инкубационный шкаф и вывод совмещены в одном инкубаторе. Здесь приходится на время инкубации менять процесс инкубации по неделю. То есть, температуру и влагу. Сейчас, вот, первая неделя инкубации. Вы видите, выставлена температура 37,8. Процент влаги 60. Отрабатывают от 55 до 60. Плюс вентиляция. Вентиляция регулируется открытием-закрытием заслонки. Охлаждение принудительное, воздушное. И также вентиляция. Через один вентилятор. Китайский контроллер идеально все это отрабатывает. Главное, правильно все сделать. Нагреватели, увлажнители, обдув. Главное, все это правильно сделать. На китайский контроллер пенять не надо. Что он поганый и так далее. Прекрасная вещь. Гораздо лучше наших аналогов. Значит, вот в этом инкубаторе заканчивается вывод. Вот он, количество заложенного яйца. Вот породы. Вот заложено. Восьмого это было. Вывод 29. В 20.00. Значит, смотрим, какое ныне у нас число. Пятница, 29.00. 7 часов 33 минуты. Вчера были 20-е сутки. Поскольку в инкубаторе идет процесс и инкубации, и вывода одновременно. Тут уже была изменена температура. Вы видите, что на выводе температура стоит 37,2. Влага 70%. Но сейчас влага 79,80. Достигает она и 90, когда там идет массовый вывод. То есть цыпленок обсыхает, срабатывает вентиляция, но все равно влага не падает менее 80. Это хорошо. Почему? Потому что вот эта влага высокая не дает присыхание цыпленка к скорлупе. За счет того, что здесь было много яйца, яйцо стоит вертикально. На вот из 1169 яиц, здесь на миражировании отошло буквально 70 яиц. На миражировании 70 яиц отошло. Яйца разложить горизонтально, возможности нет. Процесс вывода идет, яйцо стоит практически вертикально. Цыпленок, как танкист, расковыривает скорлупу, открывает люк и выскакивает. Это говорит о том, что цыпленок выходит сильный, он может выйти через верх яйца, не лежа горизонтально. Значит, вчера была сделана предварительная выборка, чтобы как бы уменьшить количество цыплят, те, которые вывелись вот на 20-е сутки. Порядка 300 голов было отсюда убрано, цыпленка вывившегося. Сейчас вот здесь процесс инкубации заканчивается. Закончится он должен в 20-е сутки. Вот сейчас я открою инкубатор на короткое время и покажу вам. Значит, смотрим по лоточке. Вот он верх инкубатора, да? Теперь смотрим серединка инкубатора. И низ инкубатора. И вот они, господа цыплятки, которые выскочили. То есть, как и видите, по лоточкам, вверх, вниз, середина, все идет четко. То есть, одновременный вывод на всех лотках. Это говорит о том, что здесь, вот в этом инкубаторе, создан идеальный процесс инкубации. 21-е сутки практически вывод уже закончился. Еще сейчас вот подожду, ну, максимум до обеда и начну выборку. Не буду дожидаться 8 часов вечера. Останется там яичко, останется его там очень мало. Вот пролежит оно до субботы утра. Все остальное, то есть, утром в субботу, в 8 часов утра, я вот это все отсюда выну. Кто вывелся, тот вывелся. Кто не вывелся, пошли на корм животным. Чем чревата неправильная инкубация? Даже если было заложено яйцо от хорошей, здоровой птицы, цыпленок будет лупиться с какими-нибудь уродствами. То есть, инвалид. Если они лупятся раньше, если они лупятся позже. Уродства могут быть внешние. Это может быть уродство шеи, головы, лап. Либо уродства могут быть невидимыми. Вот это самое плохое. Того цыпленка, который вы видите, уродство внешне, вы его можете сразу уничтожить. Это не желез. Те уродства, которые вы визуально не видите, вот это самое опасное. То есть, там могут быть гипертрофированы сердце, желудок, почки, все, что угодно. От перегрева, от плохой вентиляции, от недогрева. Впоследствии такой цыпленок, какой-то выживет. А может быть и много их выживет. Но будут у вас не куры, а куры-инвалиды. Впоследствии это может сказаться и на яйценоскости, и на всем процессе выращивания. То есть, цыпленок в процессе выращивания, сколько вы его будете держать, он просто может погибать. Не из-за каких-то болезней, которые он получил, извини, а чисто из-за своей инвалидности. Какая-то часть выживет. Но инвалид, он есть инвалид, сами понимаете. Ну, вот у меня все. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания. Всем привет, всем успехов, здоровья, счастья, удачи.